Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Камиль Гемоздинов. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страны и студенты могут быть допущены к занятиям только после 14-дневной изоляции с момента въезда в Россию. В Роспотребнадзоре призвали не допускать скопления большого числа учащихся и обеспечить соблюдение безопасного расстояния между студентами. В удаленном формате будут проходить занятия заочных и вечерних групп. Переходим к другим новостям. 14 августа состоялась первая презентация университетской школы Казанского федерального университета в Елабуге. Учебное заведение посетил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, и он высоко оценил деятельность КФУ. А 26 августа школу посетил еще один почетный гость. Все подробности далее. 26 августа депутат Государственной думы Российской Федерации Ильдар Гельмудинов посетил университетскую школу Казанского федерального университета в Елабуге. Почетного гостя с новым проектом познакомили ректор КФУ Ильшат Гафуров, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон и директор школы Университета Камил Гореев. Ильшат Гафуров продемонстрировал возможности кабинетов, в каждом из которых установлена мультимедийная техника, а также познакомил депутата с учителями. Завершая визит, Ильдар Гельмудинов пообещал оказать поддержку успешно стартовавшему проекту сотрудничества университета и школы, в котором увидел большой потенциал для развития общеобразовательных учреждений. Диана Желенкова, Универньюс. Уютные и чистые комнаты, тихих соседей и хорошую инфраструктуру предлагают студентам деревни Универсиады. Некоторые из них уже успели заселиться в общежитие. Напомним, что первокурсники заселяются в деревне Универсиады стопроцентно. С самого утра новоиспеченные студенты Казанского федерального университета штурмует культурно-спортивный комплекс Уникс. Именно здесь проходит процесс заселения в общежитие, а именно в лучший кампус России – деревне Универсиады. Еще вчерашние школьники вступают в новый этап своей жизни – студенчества, первым шагом которого станет заселение в общежитие. Все первокурсники, поступившие в Казанский федеральный университет, будут жить в лучшем кампусе России – деревне Универсиады. Однако перед заселением необходимо пройти инструктаж, узнать правила внутреннего распорядка, а также найти себе соседей по комнате. «Обязательно мы очень просим это обязательно при себе иметь маску. Рекомендуем также, чтобы находились студенты в перчатках и приезжать во время своего графика согласно своим датам и своему времени. Также мы очень просим минимизировать количество сопровождающих родственников студентов в связи с тем, чтобы не было большого скопления людей». Все иногородние первокурсники проходят процедуру заселения в культурно-спортивный комплекс «Уникс» по адресу профессора Нужина 2. В этом году в связи с разными датами выхода приказов о зачислении процедура заселения в общежитии КФУ пройдет в несколько этапов. «В этом году пришлось так первый раз в нашей практике разделить на форму обучения, потому что в связи с тем, что иначе было бы большое количество людей, а так как выходы приказов они разные, это по крайней мере позволяет заранее заселить нам некоторую часть студентов. Тем более в этом году мы должны придерживаться определенных мер и правил, которые связаны с профилактикой коронавирусной инфекции». Студентам не терпелось заехать в свои апартаменты. Многие наслышаны о деревне Универсиады и знают, где они будут жить. А кому-то еще предстоит знакомство с лучшим студенческим кампусом России. «Я вообще впечатлена этим кампусом, потому что в нашем городе просто ужасные общаги, я ожидала чего-то такого, но потом я пришла в деревню Универсиады, и это превысило все мои ожидания. Здесь очень красиво и чисто, комфортно, все зеленеет, кажется, уже. Да, подкупило то, что здесь очень много места для отдыха, например. Можно выйти и провести как-то время, познакомиться с ребятами. И что здесь действительно очень красиво. Просторно. Просторно, да, для общежитий, наверное. Как будто бы они уютнее и комфортнее, чем... Как отель. Да. Мне очень понравилось, поэтому я... Это было одно из основополагающих, почему я выбрала этот университет. Потому что это одно из лучших общежитий, как бы условия это все-таки определяющее и очень важная составляющая успешного обучения. Комнаты еще не видел, а так очень красиво, как будто мы в отель заселяемся. Лилия Талипова, Виолета Басова, Универньюс. Совместная разработка Казанского федерального университета и компании «Радио Прибор» заняла второе место на форуме «Армия-2020». Об этом далее в программе. Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра вооруженных сил России «Патриот» аэродрома «Кубинка» и полигона «Алабина». Одним из ключевых мероприятий научно-деловой программы форума стал круглый стол «Искусственный интеллект». Его открыл пленарным докладом директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Чекрин. Выставка «Армия-2020» показывает все современные незасекреченные виды вооружений, виды военной техники, которые сейчас находятся на вооружении и снабжении Российской Федерации. Конкретно на этой выставке я присутствовал на одном кругом в столе и на серии докладов Министерства образования и науки, где мы представляли свой доклад совместно с предприятием «Радиоприбор». Проект «Система периметральной охраны вибрационного типа на основе трибоэлектрического кабеля от ученых КФУ и Акционерного общества «Радиоприбор» занял второе место на конкурсе научно-технических разработок для оборонно-промышленного комплекса. Всего на суд были представлены 160 проектов. Камиль Гемоздинов, Универньюз. Можно ли сделать Казань еще красивее, чем она есть сейчас? Можно и даже нужно, тем более, когда год приурочен к столетию ТССР и приближается День города. Ко дню города и столетию Татарской автономной социалистической республики на фасаде здания Института международных отношений КФУ появится мурал. Этот уникальный проект поможет связать прошлое, настоящее и будущее республики. Его автором выступит Рустам Кубик, работа которого известна не только по России, но и за границей. Центром композиции будет выступать ремесленник, который занимается традиционной резьбой по дереву. Я решил не придумать что-то совершенно новое для меня, а выполнил эскиз в том духе, который был мне близок. Это ремесло, народное творчество и так далее, истории и так далее. Мечта о будущем, о том, что старые поколения строили наше будущее. Мы сейчас это пожинаем и, я надеюсь, тоже обеспечим будущим наших детей. И несмотря на то, что мурал еще не закончен, он уже привлекает к себе взгляды. И наверняка каждый найдет в этой фреске свой смысл. На самом деле, мне сложно ценить, во-первых, свою работу как автору. Я надеюсь, что горожанам это понравится, надеюсь, что гости столицы тоже заметят эту работу. И не просто увидят ее, сфотографируют, но и задумаются о смысле, о глубине этого изображения. До окончания работы осталось пара дней. И этот проект украсят Казань еще одной прекрасной настенной живописью, совместно с другими работами Рустама. Кристина Надышина, Виолетта Басова, Универ Ньюз. 28 августа в Казанском федеральном университете обсудят предстающую в России массовую вакцинацию против коронавируса. Заседание дискуссионного клуба будет транслироваться онлайн, поэтому любой сможет задать интересующие его вопросы. Все подробности далее. 28 августа в 11.00 в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоится очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему вакцинации от COVID-19. Поскольку Россия первая в мире создала вакцину против коронавируса, и уже в октябре начнется массовая вакцинация, данная тема вызывает немало споров и опасений о том, насколько это будет эффективно. Эксперты Казанского федерального университета помогут отделить правду от фейков, расскажут, кому выгодно распространять ложную информацию, а также ответят, стоит ли прививаться или подождать другую вакцину. На вопросы зрителей будут отвечать директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов, главный внештатный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушев и главный научный сотрудник отделения биологии и биотехнологии КФУ Альберт Резванов. Трансляция состоится сразу на нескольких онлайн-площадках в аккаунтах университетского телевидения ВКонтакте, Твич и Ютуб-канале Универ ТВ, в чате которого можно задать все интересующие вопросы. Диана Жлюнгова, Универ Ньюс. На этом на сегодня все. В студии был Камиль Гемоздинов. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok